Форма была у него, конечно, примитивная, но за содержание это просто зачитаешься. Берем сейчас. Форма блистательная, содержание не очень. Учредитель, редакция журнала о том, правомерно ли расширять город в сторону реки Елены. Факт то, что престиж науки не только в нашей стране, а вообще в мире понижается, снижается, это отмечают очень многие. Причины называются разные. В нашей стране, например, снижение престижа науки связывает с развалом СССР, когда было не до науки, и финансирование сократилось колоссальное. Молодежь пошла из науки не в науку, а из науки. Виктор Васильевич Шепелев, доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия, родился 16 сентября 1941 года в городе Якутске. В 1955 окончил 7 классов школы номер 16 города Якутска и поступил на гидротехническое отделение Якутского речного училища. С 1961 по 1965 годы учился на геологическом факультете Новочеркасского политехнического института. В 1969 году был направлен в очную аспирантуру кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Ленинградского горного института имени Плеханова, который окончил в 1973 году успешной защитой диссертации по теме формирования и режим наледей в Восточной Якутии. Являясь главным научным сотрудником Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской Академии наук, Виктор Шепелев ведет научно-популяризаторскую и просветительскую деятельность. Он главный редактор научно-популярного журнала «Наука и техника в Якутии». Виктор Васильевич Шепелев является одним из ведущих специалистов страны в области гидрогеологии креолитозоны и общей геокреологии, автором и соавтором более 400 научных трудов, в том числе 20 монографий, брошюр и учебных пособий. Исследования Виктора Васильевича Шепелева несут общетеоритическую направленность. Им предложено новое понимание о креолитосфере Земли и ее водообменной функции. Конкретизирована схема круговорода природных вод на основе принципа их единства и учета фазовых переходов. Предложены новые подходы к оценке факторов колебаний глобального климата. Помимо научных исследований Виктор Шепелев выполняет большую научно-организационную и экспертную деятельность. Активная научная и просветительская деятельность Виктора Васильевича была отмечена рядом правительственных и профессиональных наград. В 2000 году за выдающиеся научные работы в области географии ему был выдан диплом Русского географического общества. В 2001 присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия». В 2014 присуждена Государственная премия Республики в области науки и техники. А в 2016 присвоено звание «Почетного гражданина города Якутска». Утечка ученых за рубеж, где больше платили, где современные приборы, оборудование тоже повлияло на этот факт снижения престижа. Очень серьезное отрицательное влияние на науку, на авторитет науки повлияло. Это система оценки деятельности ученых, то есть внедрение библиометрии. То есть важно было опубликоваться, причем опубликоваться в высокорейтинговых журналах. А высокорейтинговые журналы – это в основном зарубежные журналы. Все результаты научной деятельности потекли за рубеж. Это оценивалось, в общем-то, Министерством науки. Почему Министерством науки? Потому что все институты у нас были удалены из Академии, перешли в Министерство чиновникам. А чиновникам как учитывать деятельность? Только вот где опубликовал. Очень удобно. Эти параметры стали учитывать буквально всюду. И в результатах деятельности, в зарплате ученых, в конкурсах различных научных, в проектной деятельности, где тоже учитываются вот эти публикационные. Это действительно очень серьезно сказалось на престиже науки. Библиометрия, она, конечно, противоречит духу науки, духу творчества научного, где вот важно только публиковаться. А все дело в том, что при раздумывании, при работе над какой-то темой, над каким-то научным направлением, это же время нужно. Нужно проработать, что было сделано для тебя. Тут никаких, вот на этом этапе никаких результатов, в общем-то, публикации не может быть. И в результате, в общем-то, человек не заинтересован. Почему в последнее время публикации, они такие верхушечные, они не затрагивают оснований научных направлений. В советское время, конечно, вот такого падения престижа не могло быть. И не могло быть по той причине, что я, например, считаю, что престиж науки, он связан не только с теми причинами, которые я назвал, но и с тем, что у нас буквально получилась катастрофа с научно-популярными изданиями. Вот такие издания, как «Наука и жизнь», «Знание, сила», тираж их упал в 180-160 раз. Вот, например, журнал «Наука и жизнь» за 1985 год. Смотрим тираж. Тираж 3 миллиона. И вот журнал «Наука и жизнь» за 2022 год. Смотрим тираж. Смотрим тираж 22 тысячи. То есть в 142 раза упал тираж. «Знание, сила» еще больше. Почти в 180 раз упал тираж. Представляете, что это значит? Так что, ну а в советское время, конечно, делалось очень много для популяризации. Вообще популяризация науки в советское время была на поддержке, полной поддержке, 100% со стороны государства. Финансировались издательства. Вот в нашем институте, например, я вот тут такую подборку сделал. За последние вот года целая серия научно-популярных книг. Значит, ледяной сфинкс, с любовью к Артике, значит, пленница вечного холода, вечная мерзлота Якутии, ровниковые воды Якутии, геометрия акрилитозоны, вечная мерзлота и так далее. То есть очень много такой научно-популярной литературы было издано. Но это в основном ученые старшего поколения. Они, в общем-то, как бы в ущерб своей вот итоговой рейтинговой деятельности писали вот эти книги, не получая, по сути дела, ничего. Некоторые издавали за свой счет эти книги. В Китае, например, полностью популяризация науки на государственном содержании, что ли. Наука и жизнь, он журнал. Вроде бы он, вот он издавался, когда был на государственном учете. Форма была у него, конечно, примитивная, но содержание – это просто зачитаешься. Сейчас, ну и здесь, значит, у нас наука и жизнь, значит, основной учредитель Всесоюзного общества знания. Берем сейчас форма блистательная, содержание не очень. Учредитель, редакция журнала. Никаких ни общества, ни Академии наук российской, ничего. Вот результат. Благодарственные слова в сторону нашей республики, руководства республики, в том, что она с 2001 года поддерживает журнал «Наука и техника в Якутии», который, по сути дела, издается нашим институтом. В прошлом году мы отметили 20-летие этого журнала. Журнал, в общем-то, на слуху. Идут великолепные отклики. И пришло письмо из Сербии. Сербский ученый говорит, можно в ваш журнал свою статью опубликовать. Представляете, читает и в Сербии, и в Америке, и в Израиле. Есть сайт журнала, электронная версия. Электронная версия набирается в любой поисковой системе. Журнал «Наука и техника в Якутии». Пожалуйста, все номера. Никакой платы мы не берем. Есть подписка. Есть великолепные отзывы. Например, вот из Москвы профессор пишет. «Каждый номер содержания и оформления вашего журнала вызывает у меня неподдельное приятное удивление. Публикации затрагивают темы зачастую далеко не провинциально-регионального характера, и это, думается, правильно. Наука Якутии давно стала частью большой, побоюсь сказать, мировой науки, и ваш журнал это подтверждает». Информационное, инновационное, профориентационное, имиджевое там и так далее. То есть это полезно. Во многом она превосходит значимость и социальную, и другие значимости, чем научная. Но по действующей системе рейтинговой оценки публикации в научно-популярных журналах практически не оценивается среди ученых. Поэтому они не мотивированы, что ли. Вот это вот большое упущение, которое нам надо как-то преодолевать. Ну вот, выход, расширение города Якутска на пойменную часть, в частности, на намывные территории, оно, в общем-то, было инициировано где-то в 80-х годах прошлого столетия. То есть предполагалось намыть песчаный массив на пойменную часть реки Елены в районе города Якутска. И на этой территории строить соответствующие кварталы. Ну и первый квартал, это 201-й микрорайон, который был намыт, и началось строительство. Но перед тем, как был дан флажок пуска, что ли, вот этой идеей, была дискуссия, очень серьезная дискуссия среди ученых, и естественников, и инженеров, о том, правомерно ли расширять город в сторону реки Елены, что это может вызвать, какие негативные процессы. И нельзя ли было расширяться в другом направлении, то есть не отбирать у Елены вот эти территории пойменные. Эта дискуссия была очень серьезная. Я принимал непосредственно участие в этой дискуссии, принимал участие и руководство нашего института, и в частности, директор Академии Павлована Шмельников. Общее мнение института было отрицательное. Сказали, что еще рарновато в тот период, что нужно изучить, промоделировать, учесть все факторы, потому что процесс этот многофакторный. И потом только начинать. Но тем не менее, в общем-то, партийное руководство города и республики в то время посчитало, что правомощно начать более действенные такие меры по внедрению вот этой идеи. И началось строительство. 201-й квартал был построен по первому принципу, по сути дела, то есть сохранением вечной золотой. Ну вот прошло уже сколько времени, где-то несколько десятилетий после строительства этого квартала, и то, что мы, в общем-то, прогнозировали, что надо было учесть вот такие и такие-то факторы, оно, в общем-то, и случилось. Некоторые здания, в общем-то, начали деформироваться. Но вот та дискуссия, которая была в 80-х годах, она, в общем-то, сыграла положительную роль. Несмотря на то, что эта идея начала реализовываться, но наши предостережения, они были учтены, в частности, изменили, в общем, конструкцию фундаментов, вместо свайных, там, слитные фундаменты стали строить. Хотя они гораздо дороже были, но тем не менее они были прочные. Основная моя была как специалист в области международной ведения и гидрогеологии причина несогласия. Но не то, что несогласия, а что рановато надо было изучить все это дело, прежде чем начинать строительство. Это связано с тем, что при намыве песчаного массива происходило оттаивание многолетних мерзлых пород. И в результате мерзлотная обстановка, она, в общем-то, нарушилась, естественно, и причем нарушилась достаточно прилично, что ли, существенно. Мы делаем песчаный массив на пойме Лены. А пойма – это, в общем-то, тоже река. Но только течет она по этой территории не круглый год, а только определенное время, когда наводнение. Наводнение, допустим, весеннее, осеннее, паводки бывают, тогда стапливается пойма. Но для реки Лены пойма – это как бы такой запасной фонд, который она использует в критические для себя ситуации. А мы ее лишили вот этой, этого запасного фонда, когда намыли песчаный массив, начали строить. Естественно, что вот такие шутки с Лены, они, в общем-то, могут обвернуться очень серьезными последствиями. Об этом мы тоже говорили. Когда вот этот процесс нарушения, он приостановится, и после приостановки этого процесса начнется опять промерзание, далеко в основном образованном, в результате НМВР, к чему приведет вот этот обратный процесс промерзания, с какими темпами он будет идти, какими последствиями он будет сопровождаться и каким последствиям приведет, вот эти все вопросы, в общем-то, были неясны. И наш институт подключился. Начал он экспериментальные работы на 202-м квартале, на 201-м, потом на 202-м квартале, а сейчас и на 203-м квартале мы ведем исследования. И вот наши исследования, они показывают, что действительно, в общем-то, идет очень существенная трансформация. И не только мерзлотно-гидрогеологических условий, но и инженерно-геологических, геоморологических, русловых процессов. В общем, этот пример, что ли, говорит о том, что прежде чем начинать достаточно крупные такие проекты, нужно их прорабатывать очень серьезно и всесторонне, чтобы учесть те негативы, которые могут случиться при реализации этих проектов. Продолжение следует... Продолжение следует...